Здравствуйте! Вы смотрите Лицкое телевидение. В эфире пятничный выпуск информационной программы события. В студии сегодня работает Алексей Водейко. Об основных темах выпуска в анонсе. Столкнулись на дороге. У агрогородка Йодки в лобовом столкновении грузовика и легковушки пострадал мужчина. Дню Октябрьской революции посвящается. Личане сегодня были приглашены на тематическую концертную программу. Краски жизни в одном зале. В Лицком отделе ремеселы и традиционной культуры работает выставка семейного творчества. Председатель Лицкого районного совета депутатов Инесса Белуш будет на связи с жителями региона в субботу 6 ноября. С 9 до 12 часов она проведет прямую телефонную линию. Номер для обращений 52-42-43. Время оплатить налоги. Инспекция Министерства по налогам и сборам по Лицкому району напоминает о необходимости уплаты налога на недвижимость и землю до 15 ноября. Эта обязанность возникла у владельцев, у которых имеются в собственности две и более квартиры, частные домовладения, гаражи, дачи, земельные участки. Также земельные участки, которые в пользование по договору аренды предоставлены физическим лицам. Если проанализировать компанию по сбору имущественных налогов в предыдущих годах, можно сказать, что наши налогоплательщики очень ответственные и добропорядочные, потому что налоговый орган применяет меры принудительного взыскания по сбору имущественных налогов в двух процентах только. Поэтому, исходя из того, как у нас складываются цифры, все-таки граждане наши являются добропорядочными плательщиками. В этом году, не позднее 15 декабря, белорусам необходимо впервые внести аванс по транспортному налогу. В 2021 году у нас введен новый вид налога транспортный. И владельцы, которые не прошли техосмотр по состоянию на 1 января 2021 года, они должны заплатить авансовый платеж по сроку не позднее 15 декабря. Министерством централизовано при помощи гибридной почты уже разосланы извещения данным плательщикам, у которых возникла обязанность по уплате авансового платежа. В связи с тем, что налог новый, возникают и немного проблемы в том, что люди получают извещения, не проживая по тем адресам, кому они адресованы. Значит, у некоторых лиц вообще транспортные средства не зарегистрированы за ними. Поэтому в извещениях, когда граждане получили, указаны контактные телефоны. И хотелось бы незамедлительно, чтобы наши плательщики, получив извещения, по которым возникли вопросы, обращались по указанным телефонам к специалистам. Все вопросы будут решаться в рабочем порядке. Ну, конечно же, для того, чтобы избежать в дальнейшем конфликтных ситуаций, самая главная обязанность – это уплатить вовремя налоги. То есть, еще раз подытожу, 15 ноября мы платим имущественные налоги, 15 декабря мы должны заплатить авансовый платеж по транспортному налогу. Информацию по вопросам, касающимся уплаты налога на недвижимость и землю, и внесения аванса по транспортному налогу можно получить по телефону 52-06-21 и 52-93-21. Лобовое столкновение в Лицском районе. На этой неделе в среду в 5 часов вечера на 52-м километре трассы М-11 вблизи агрогородка Йотки лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль «Газ» и легковой «Фольксваген Гольф». Водитель грузового автомобиля «Газ», житель города Лида, 2002 года рождения, не справился с управлением. Выехал на полосу встречного движения, и на встречной обочине столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Фольксваген Гольф» под управлением жителя Лицского района 1994 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в Лицскую центральную районную больницу. По данному факту, следственным комитетом Лицского района назначена проверка, которая точно позволит определить все факты и обстоятельства данного ДТП. Если же вы стали очевидцем или свидетелем данного происшествия, располагаете запись у видеорегистратора, просьба сообщить в ГАИ по номеру телефона 65 50 12, либо по короткому номеру телефона 102. Лицская госавтоинспекция разыскивает очевидцев наезды на женщину, произошедшего 20 октября в Лиде, на улице Камышовой, у магазина «Маяк». 20 октября, около 15 часов 35 минут, водитель автомобиля «Фольксваген Пола», житель города Лида, 2002 года рождения, при движении задним ходом на автомобильной стоянке вблизи магазина «Маяк» по улице Камышовая, совершил наезд на идущую позади автомобиля по стоянке жительницу города Лида, 1950 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка получила телесное повреждение и была доставлена в Лицскую центральную районную больницу. Спустя 9 дней пенсионерка скончалась в больнице. В связи с этим госавтоинспекция устанавливает возможных свидетелей и очевидцев происшествия, а именно личность женщины, которая приехала в магазин «Маяк» на автомобиле такси за считанную секунду до происшествия. Уважаемые граждане, если кому-то знакома данная женщина, просьба сообщить в ГАИ по номеру телефона 65 50 12, либо по короткому номеру телефона 102. Полезной и интересной была эта пятница для воспитанников лагеря 6-й Лицской школы. Специалисты производственного управления «Лидогаз» провели для них мероприятие по пропаганде безопасного пользования газом в быту. Обучение учащихся начальной школы проходило в игровой форме. Ребятам было предложено поучаствовать в викторине. Ответы на ее вопросы проверяли, что дети знают о газе в быту и умеют ли им пользоваться. Если какой-то вопрос вызывал у детей трудности, взрослые помогали им и тем самым пополняли их багаж знаний по безопасному пользованию газом в быту. Впечатлены школьники были автомобилем аварийной газовой службы. Его им было разрешено осмотреть со всех сторон и внутри. Одним из приоритетных направлений работы «Лидско-производственного управления» является беспастой использования газа. Именно с этой целью мы стараемся как можно чаще проводить мероприятия, направленные на пропаганду правил пользования газа в быту. Детки всегда очень активно принимают участие в познавательных викторинах и проявляют интерес к специфике нашей работы. Памятные сувениры, которые они получают, делают наши встречи более памятными и запоминающимися. В дальнейшем мы планируем продолжать эти встречи с детьми школ нашего города. «Зеркало истории» – так называлась районная концертная программа, посвященная Дню Октябрьской революции в Лиде. Она прошла сегодня в детской школе искусств. Песни о Беларуси и любви к родной стране исполнили учащиеся и педагоги детской школы искусств и детской музыкальной школы искусств, солисты Лидского эстрадного оркестра и народных хор ветеранов «Майские зори» Дворца культуры. Выставка семейного творчества экспонируется сейчас в Лидском отделе ремесел и традиционной культуры. На ней красками жизни в разных техниках с земляками делятся четыре поколения одной семьи. Наша коллега Ольга Борисевич тоже заглянула на выставку и была приятно удивлена и впечатлена увиденным. Творчество – право семейное. Миновито так отбылось у семьи методиста Лидского отдела ремеселства и традиционной культуры и родной дедышки. Уже четыре ее поколения захоплены разными видами творчества. Если по Батьковской линии перевагу надавали музыцы, то по линии мати – женочным ремеселям. Ткацтву, пошиву, одене и его оздоблению и рукоделию, связанным с привожением интерьера. Для наших родственников, конечно, это предрасположенность к живописи, к вышивке, к рукоделию и музыкальная направленность. Мой дедушка, отец моего папы был музыкантом, и он сам был из семьи музыканта, и все его братья тоже играли. Дедушка обучил их, они все овладели инструментами, то есть дед играл на скрипке, папу он научил играть на аккордеоне, на цимбалах, вот, и его брат играл на аккордеоне, еще один брат играл на ударных, вот, и один брат играл на цимбалах. Вот они таким семейным коллективом в выходные дни после работы они занимались, ездили, играли по свадьбам, ну, это было какие-то, наверное, до 70-х годов. Засновальницей творчей династии по линии мати у семьи Ирины Дедышки личать ей бабулю Генуеву Волчак, якая все житие прожила на Литчине. Народилась ей выросла у вестцы Цацки, а после замужа переехала у вестку Парачаны. Яна была майстриха на все руки, а лишь больше за все славилась ей ткачиха. Насчатки сеня заховывайте ей тканые выробы. Некоторые из их можно зараз убачить на семейной выставе у отделе роменства у традиционной культуры. Побач с ручниками, обрусами, постелками и диванами Генуев и Феликсовны вязаные выробы и едачки Адели, мамы Ирины Дедышки. Это все мое, ого, все мои вязания крючком, ну, это вот, и вот этот вот мое диванчик вязала, и белый вон покрывала, вот это вот скатерть моя. Тяжело ли вязать крючком? Нет, легко совсем. Абы глаза глядели только. Узорчик где-то какой-то, у кого-то возьму и вяжу. Шить и вязать Аделю Баляславовну навучила мама. До працы привучалась дятинство. Тады тое, что сегодня мы называем творчостью, было необходностью. Нихто и не думал, что уже праздесяти годзи такие выробы будут экспонатами. Я с мамой училась все, когда мамка все работала, и я помогала, и сестрички мои помогали, и шелки вязали. Маленькие были, ну, а все делали. Вот. Ну, красную я-то не ткала, ну, когда мамы нема, я за кроссом сажусь. Прала леной, прала волну и помогала носить все в мастерские, еще тогда не было их. А вручную волну носили часа, потом прали, потом валенки били, хлопцы там носили. Ну, и дома все помогала маме. Коли выросла, Аделя Баляславовна переехала у Лиду. Тут народились и ее дети – дачка Ирина и сын Геннадь. Або два с дятинства тягнулись до творчасти. Сын спробовал себе у музыцы, маляваний, маркетры и декоративные процессы древа. А дачка, глядячи на брата, выбирала на прамки творчасти, яке я могла освоить з ягода помогай. Профессийным мастаком Геннадь Маркович не оставил, выбрал профессию столяра, а лишь, як кажуть, от лесу не утячешь. Праз 10 годзи ее надважуся взять у руки пензели, фарбы и сёня без малявания, не уявляя життя. Его картины живые. Глядишь на их и быцем-сам трапляешь у розные поры года и сельские пейзажи, у тым лику и личины. У работах Геннадя Кодика шмат солнца и святла. Навод, коли мастак показывает вечер. Воспитывался на лону природы. Бабушки и дедушки у меня жили в деревне. И постоянно все детство я провозил там один на один. Смотрел, как солнце встает, как заходит. В общем, это меня цепляло очень. Что касается света на картинах, мне всегда нравились такие моменты в природе. Восход, закат. И мне очень нравятся контрасты. Воспроизводить на картинах контрасты. То есть игра света с тенью. Может, по-другому, и получаются они такие солнечные. Я все делаю интуитивно. То есть есть какие-то навыки композиции, построения сюжета. Ну, в основном, я ощущаю, чувствую, где насыщенную краску, где более бледную сделать. На семейной выставе каляпятидесяти живописных работ Геннадия Кодика, у основанных на их пейзаже, правда, на некоторых есть и живелы, и они так само намаляваны живыми фарбами. Каб проникнуться настроем автора, не треба затримливаться калякожной долга. Эмоции охопливают одразу. Именно витаяны примушают проводить сярут картин лидского мастака, як мага больш часу. С окрытами творчасти Геннадь Кодик делится з усими, хто хоча малявать. Тому, что упевнены, научиться писать картины, каляй жаданне, можно. И, як приклад, приводить свой шлях до творчасти. Если у человека есть желание, он будет учиться, как говорил кедык Зыгмурн Матвеевич. 99% желания и 1% таланта, и, в принципе, человек может получиться то, что он захочет. Великое ожидание реализовать себе у творчасти было и у сестри Геннадия Кодика и Ирины. Ауторитеты, поддержка старейшего брата, повплывали на выбор профессий и кончатково сформировали святопогляд на мастатство. На факультете народной культуры столичного педагогичного университета имя Максима Танка Ирина с допомогой педагогов освоила рамество и промыслы, а, працующий в Лицком отделе рамество и традиционной культуры, замоцовала и поширила веды. Сегодня Ирина Дедышко займается методичной и навуковой деянностью, а, кроме этого, выкладает декоративно-прикладное мастатство на курсах. Когда я была маленькая, я, конечно, копировала за Гены. То есть, что Гена не сделает, то есть, больше я рисовала, больше повторяла за Гены, когда Гены рисовала. Когда мы разлетелись, создали свои семьи, конечно, все это как-то было утеряно. Жизнь так сложилась, что больше у меня направленность была к шитью, первая моя специальность. Поэтому художникам все равно в душе хотелось оставаться. Поэтому я получила второе образование художественное. И все-таки тоже рисовала. Ну, конечно, наверное, женщина настолько занята семьей и детьми. Ну, для меня важнее, конечно, поднять и толкнуть, допустим, моих детей. Самореализация – это уже второстепенно лично для меня. Последние работы, они сделаны в технике лоскутного шитья. То есть, это тоже живописно, красиво. Но, как бы, я говорила, что я художник портной. Поэтому мои краски – это лоскутки. На семейной выставе Рына Дыдышка представила коллекцию техницы лапикового шитья с семей работ, якого по меру я ныне были, интерьеру пригожать у любым доме. Лапиковая мозаика – мастацкий напрямок, який, патрабоя, ведаў основу композиции колерознавства и вытрымки у компонуции розных померов геометричных форм. До того же, Рына Марковна не один год займаецца вывучэнем традиционного народного костюма. Я наведая, каліняўсё, то амаль ўсё праадзенне, пашытая пастрадавних технологиях. И тут ёй допомогли не тольки подорожжи повёзках, а лейбабулины и матулины умени. Тепер Рына Дыдышка поступова передаўе свои веды даджце. Хочу дооформить Катину керамику, которая тоже играет. Не просто, когда она одна керамика, а когда она в совокупности с другими материалами, когда это идёт смешанная техника. Оно смотрится выигрышно и красиво. Поэтому я как бы стараюсь уже подстраиваться и дополнить, завершить Катину работу. Девятигадовую Катю больш привабливают маляванни и лепка. Для её работ на семейной выставе отведены две шафы. Як дитя 21-го стагодзе, Катя больш звертается под опомогу творчасти не до мамы и бабули, а до интернету. Там бяре майстер-классы. Мне нравится рисовать, чтобы я это делала сама, чтобы мне никто не помогал. Именно рисовать маркерами всякие картины. Семья Ирины Дедышки, а докладнее её работы, работа её бабули, матули, брата и дочки, лепший доказ, что жизнь наше коляровое. Головное, как было жадание, бачить фарбы и делиться ими с иншими. А ещё четыре поколения этой семьи на своём прикладе показывают, как важно заховывать традиции быть разом и в жизни, и в творчестве. Семейная выставка в Лидском отделе ремёсел и традиционной культуры будет работать до конца ноября. Её стоит посетить, чтобы почувствовать краски жизни и, возможно, выбрать своё направление в творчестве. Не откладывайте поход в отдел ремёсел и традиционной культуры на потом. Отправляйтесь туда уже в эти выходные. Спортивные новости. Сегодня хоккейный клуб «Лида» проводит дома вторую встречу с солигорским шахтёром в регулярном чемпионате Беларуси в экстралиге. Первая, она для рыцарей тоже была домашней, состоялась в среду и завершилась проигрышем хозяев. Хоккейсты шахтёра забили пять шайб, в то время как личанам удалось отправить в ворота соперника лишь одну. Результативным ударом в команде Эдуарда Валиулина отличился Владимир Михайлаки. После 24-й игры чемпионата экстралиги «Лида» спустилась с 10-й на 11-ю строчку в турнирной таблице. Удастся ли ей вернуться, станет известно после сегодняшнего матча. Футбольные и мини-футбольные клубы «Лида» будут бороться за победу в выходные. Команда Сергея Петрушевского готовится к выездному воскресному матчу чемпионата Беларуси в первой лиге с пинской волной. А ребята Игоря Зубко к домашней субботней игре с лидером чемпионата Беларуси в премьер-лиге командой «Столица». Их встреча состоится в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия» начала в 13 часов. В предстоящие выходные продолжится открытый чемпионат города Лиды по мини-футболу. Игры его четвертого тура в субботу и воскресенье будут начинаться в 14 часов. И это была последняя информация сегодняшнего выпуска. Сразу после программы события прогноз погоды на субботу. Забегая вперед, отмечу, выходные в Беларуси будет ветрено. По Гродненской области из-за сильного ветра шестованная бре объявлен оранжевый уровень опасности. Днем в субботу во многих районах ожидаются порывы ветра до 15-18 метров в секунду. Что касается температуры, то в ближайшие три дня воздух в дневные часы будет прогреваться до 10 градусов, в ночные – до 7. Хорошего отдыха всем и с наступающим праздником – днем Октябрьской революции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова